всем доброго дня ребят сегодня вот у нас такая вот животрепещущая тема почему нет дешевеет бензин дорожает причем это уже на протяжении у нас двух лет то есть с 2014 по 2016 год в общем сподвигло меня написать это видео записать написать статью моя предыдущая статьями предыдущие видео это себестоимость литра много просто приходит вопросов вот объяснить именно вот этот вот вопросик про нефть и бензин но если как говорится полазить по открытым даже правительственным многим сайтам многим там другим сайтом да и в открытом доступе информация везде есть то в принципе понять можно но если вы хотите услышать от меня это то я конечно же вам объясню ну что ребята давайте начнем с того что хочу просто сказать вам такой постулат для внутреннего рынка для внутреннего рынка несмотря на все прыжки с баррелем нефти на внешнем рынке бензин у нас не дешевел то есть он как был определенную стоимость так он и остался в принципе столько же стоит как так скажете вы мне такого не может быть но вот давайте разберем например промежуток там с 2011 по 2013 год когда в россии все было хорошо доллар у нас стоил ну так вот один доллар у нас был где-то пускай 30 рублей один баррель так вот будем обозначать его стоил примерно 100 долларов если перемножить это у нас на рубли то в принципе получается как 100 долларов умножаем на 30 рублей получаем где-то 3000 рублей какой плюс это был для россиян для россиян был плюс в том что вот 30 рублей за доллар открывали перед нами просто неограниченные возможности в покупке автомобилей всяких телефонов айфонов компьютеров оборудования одежды отдых заграничный дешевый был ночью был просто рай это было 2011 2013 год ну все скажем так жировали как говорит у нас президент жили не по доходам скажем так теперь рассмотрим катастрофическую ситуацию а именно 2014 2016 года получается что один доллар у нас достигал ну примерно ну давайте 80 рублей конечно у него там корреляции есть он прыгает туда-сюда обратно но один баррель у нас стоит с вами примерно где-то ну давайте 37 долларов возьмем за баррель если нам перемножить стоимость одного барреля то есть мы берем 80 умножаем на 37 у нас получается 2960 рублей в принципе почти такая же цена как была здесь то есть на внутреннем рынке цена практически была у нас неизменный то есть не на внутреннем рынке в рублях соответственно для нефтяных компаний для нефтяных компаний доход ну проседание дохода никакого не произошло это мы с вами почти в три раза у нас обесценился рубль то есть он стал сейчас 80 рублей они 30 как раньше стоил вот соответственно у нас подорожало все подорожало у нас оборудование те же самые машины телефоны одежда компьютер компьютер вообще подорожали у нас потому как мы в россии очень не производим ни одного компьютера своего вот и так далее отдых подорожал даже продукты подорожали потому что мы многие продукты импортировали раньше мы сидели вот на этой нефтяной игле скажем так качали ничего не задумывались ничего не развивали ну и все и гнали это сырье деньги легкие деньги к нам капали и мы как говорится жировали сейчас эта лавочка прикрылась но цена рублевая еще раз повторюсь для нефтяных компаний она практически такая же то есть я даже думаю что скорее всего она выросла потому что вот эти цены 3 тысячи 2600 рублей 2960 рублей они принципе утрирован теперь основные причины по которым у нас растет скажем так внутренний наш бензин хотя для всего мира бензин по сути у нас падает то есть раньше он стоил 100 долларов за баррель сейчас он стоит 37 долларов и он если не в три раза подешевел то ну раза в два наверно точно подешевел для остальных для остального мира там скажем так развитых европейских и американских стран я сейчас ничего не хочу этим сказать просто у них реально бензин подешевел что в россии почему россия производит скажем так добывает нефть сама но бензин у нас дорожает во первых ребят почему у нас вот как бы доллар вот этот вот не влияет никак на внутреннюю цену да потому что первое мы нефть добываем сами они экспортируем то есть я вот так вот напишу экспорта у нас нет мы нефть сами добываем это наша нефть второе у нас монополия все таки у нас есть несколько компаний буквально наверно 5 но может быть от силу там 67 которые монополисты на этом нефтяном рынке и у них сто процентов есть сговор кто бы нам чего не говорил как бы не уверял нас фас что он их контролирует там и так далее да он может быть их сдерживать но монополия однозначно у нас есть они однозначно договариваются держит эту цену третье они компенсируют просадку так вот давайте назовем просадку внешних цен четвертое у нас сырьевая модель экономики ну и давайте пятая последняя это налоги вот по этим пяти пунктам бензин у нас всегда будет дорожать даже несмотря что нефть у нас падает во первых нефть мы добываем сами мы ее не экспортируем и цену мы устанавливаем сами точнее не мы с вами устанавливать нефтяные компании которые у нас присутствуют на нашем рынке они как держали три тысячи рублей так они держат эти три тысячи рублей они вступают в монополии они договариваются между собой чтобы никакая другая компания не понижала вот эту планку потому что если только компания одна понизит эту планку все их договор пойдет прахом скажем так дальше компенсирует просадку цен почему у нас так сейчас начал расти доллар в цене да потому что он падает а так как у нас сырьевая экономика мы вынуждены поднимать рубль чтобы доходы в бюджет у нас не падали вот сырьевая модель экономики сразу это вот они взаимосвязаны между собой я здесь сразу хочу вот так вот указать у нас примерно 50 процентов а может быть даже и больше дохода нашей страны нашего государства налоговых доходов они идут от нефти так или иначе то есть от нефтяных там компаний от разработчиков там и так далее и тому подобное то есть это 50 процентов думайтесь если мы оставили бы доллар по 30 рублей соответственно он упал до 37 доход у нас бюджет бы снизился просто катастрофически почему потому что вот налоги вот здесь вот напишу и 100 процентов скажем так стоимости одного литра кстати после этого видео будет себестоимость литра посмотрите этот ролик обязательно вот у нас сто процентов стоимость одного литра из них сорок девять процентов в стоимости литра это налоги прямые которые идут у нас государству если государство поднимает эти налоги соответственно у нас бензин будет дорожать а как вы знаете с 1 апреля 2016 года поднимает на 2 рубля акцизы соответственно бензин вырастет на те же самые 2 рубля сырьевая модель экономики подразумевает что мы живем за счет нефти если нефтяные компании будут нести убытки соответственно они будут платить мало в бюджет нашей страны если они будут платить мало в бюджет нашей страны соответственно такие такие отрасли как там скажем дороги скажем военная промышленность бюджетники а это полицейские это военные это учителя там дошкольные работники и так далее они будут недополучать своего дохода либо им нужно будет урезать доход конкретно из-за этого всего из-за этого всего цена на бензин у нас останется в России такой же то есть она как была 3000 рублей так она будет варьироваться около этих 3000 рублей а я даже думаю что литр будет у нас постепенно дорожать потому как у нас вот эти вот налоги они постоянно поднимают также еще вот можно шестым написать ребят вот так вот шестое компаниям выгоден экспорт почему выгоден экспорт здесь также этому способствует наше с вами государство в общем то налог на добычу полезных ископаемых НДПИ он называется он с каждым годом растет если например в 2014 году он был у нас примерно 493 рубля за тонну 2015 год он у нас стал уже 530 рублей за тонну 2016 год он у нас планируется 559 рублей за тонну то есть на 29 рублей вырос соответственно вот это вот мы будем оплачивать из своего кармана это будет удара ну как бы бензин будет дорожать литр бензин у нас будет расти в цене соответственно для производителей это также не выгодно потому что они платят больше налогов однако экспорт экспорт экспортные пошлины они наоборот у нас падают в 2014 году экспортные пошлины снизились до 59% в 2015 году они у нас снизились до 57% а в 2016 году их хотят снизить вообще до 55% это стимулирует это стимулирует продажи нефтяными компаниями бензина за рубеж для чего это делается делается это для того чтобы пополнить бюджет скажем так левыми деньгами не которые внутри нашей экономики вращаются а которые находятся за рубежом то есть переманить деньги оттуда сюда в нашу экономику которые ну в общем эти деньги нам очень сильно нужны пока у нас сырьевая модель экономики бензин у нас так и будет дорожать ну представьте мы просто на 50% зависим от нефти на 50% то есть это половина всех наших доходов если бы мы забили на стоимость барреля на стоимость барреля и понизили его допустим там в 3 раза то есть он был 3000 рублей мы бы сделали вот 1000 рублей да у нас бензин бы подешевел конкретно но представьте какие это вообще какой-то недобор скажем так в наш с вами бюджет то есть не в наш с вами а в бюджет нашей страны что нужно делать ну я может быть сейчас покажусь банален нужно развивать нужно развивать не сырьевые не сырьевые источники накопления бюджетов это промышленность это сельское хозяйство это технологии в том числе там и айти технологии у нас это вообще ничего не развито вот если мы вот это вот все хотя бы разовьем хотя бы хоть как-то чтобы можно было компенсировать вот эти 50 процентов то есть убрать вот эту сырьевую составляющую а вот заместо этой сырьевой составляющей воткнуть вот эти вот промышленность сельскохозяйстве технологии тогда мы можем отвязаться от этого барреля и все и жить без него но сейчас на данный промежуток времени это у нас невозможно то есть наше правительство занимается у нас ну там антикризисным планом но что-то как-то у нас работает медленно я конечно сейчас не берусь критиковать я от политики вообще далеко но вы спрашивали я отвечаю по сути ребята по сути на из-за того что падает баррель нефти мы с вами вот это вот на нас это никак не влияет экспортные цены на баррель нефти для нас для внутреннего рынка они ну ну на нас они вообще никак не влияют то есть как стоил баррель 3000 рублей так он допустим и стоит 3000 рублей до сих пор просто взяли и подняли доллар вот и все а все остальные вот эти вот все остальные признаки они как росли так они и будут расти как росли налоги так и будут расти как выгоден экспорт экспорт кстати порождает еще дефицит разогревается шумиха вот бензина будет мало и из-за этого нефтяные компании также повышают цены как они компенсировали повышением курса доллара вот цену ну то есть вот курс подняли как они компенсировали так они будут компенсировать как мы платили эти деньги так и мы будем платить слава богу да я хочу так сказать слава богу что баррель не стал стоить 120 долларов а то я уже просто боялся сколько у нас будет стоить бензин в общем вот такие вот выводы 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 неутешительные надо развивать экономику без экономики мы так и будем сидеть на этой нефтяной игле так и будет с нас правительство собирать эти деньги с одной стороны конечно я могу оправдать быстро развить промышленность быстро развить сельское хозяйство и там технологии конечно невозможно а бюджетников надо кормить все таки у меня лично мама тоже бюджетник если мне будут платить деньги как жить просто как жить а с другой стороны нам нужно слазить с этой вот с этой модели потому что сейчас это будет больно но если сейчас на данный промежуток времени не слезть с этой модели экономики то через года три это будет просто смертельно представьте если нефть продержится там на 30 долларов ну там я не знаю 3-4 года все предпосылки к этому есть а у нас правительство чем занимается ну сидят и ждут пока у нас подорожает баррель нефти вот и все ну ребят ну так нельзя нужно развивать свое что-то нужно вкладывать деньги ну там я не знаю дайте людям деньги дайте дешевые кредиты и люди моментально у вас организуют не знаю малый бизнес и все начнет работать ладно ребят не буду лезть в политику там есть более умные люди на этом вот все вот такая вот статья невеселая получилась да нам сейчас всем тяжело но блин прорвемся мы же россияне всегда прорывались на этом все ребят если понравилось видео подписывайтесь на наш канал будет еще много полезных видео все ребят всем пока и все в следующую вот 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 вот